Библейский портал экзегет.ру представляет В 49-й главе пойдет разговор именно о нем. Кто это он? Пророк как будто нас специально вводит кругами. Нет, чтобы сказать, он это такой-то. Или он это собирательный образ. Или он это, допустим, аллегория какой-то идеи, какого-то понятия, воплощенная зримая фигура. Давайте почитаем 49-ю. Что в ней, об этом он говорится. А вообще-то в 49-й этот он начинает говорить от первого лица. Он в 48-й уже там сказал пару слов, но мало. А в 49-й много скажет. «Слушайте меня, острова, внимайте дальние народы». Это обычное обращение пророка. С этого начинается книга «Слушай небо, и внимай земля». Но здесь уже от первого лица о том, кто это. «Господь от рождения меня призвал, во чреве матери имя мне дал. Уподобил мой язык заостренному мечу, в тени своей руки меня укрыл, сделал меня оточенной стрелой, в своем колчане меня хранил». Ну, такая картина особого человека, человека, призванного для некоего удивительного такого нерядового служения. Наверное, это пророк. Вот сам пророк о себе говорит. Я такой. Господь мне избрал, дал мне имя. Уподобил мой язык заостренному мечу. Да, логично. Пророк очень похоже. «Сказал мне, ты слуга мой, Израиль, в тебе явится слава моя». Здрасте. Израиль – это целый народ. То есть, это не пророк, это народ, к которому он обращается. Только что говорилось, что этот самый израильский народ, собственно, все эти 48 предыдущих глав, это повторяют без конца, что он не соответствует этому призванию, этому служению, что он то и дело сбивается с пути. И тут вдруг он такой идеальный пророческий народ. Интересно. «А я-то думал, что напрасно себя изнурял, ни на что растрачивал силы. Но нет, Господь меня рассудит, Бог меня вознаградит. И он о себе говорит, как о праведнике, который старается, трудится и ждет награды от Бога». Что-то не похоже на народ Израиля. Вот честно. Значит, все-таки пророк. Вот есть у пророческих книг такое свойство. Мы не понимаем, о чем они говорят. И как будто в одном и том же образе, в одном и том же имени скрыто сразу несколько личностей, вещей, понятий. Но читаем дальше. Вот к концу главы мне бы очень хотелось разобраться, кто это такой. «Теперь говорит Господь, от чрева матери он меня взрастил, как своего слугу, чтобы вернулся к нему Иаков. Израиль вновь у него собрался». Вот. Это кто-то, кто собирает у себя Израиль. Это одновременно Израиль и отдельный человек, возможно, пророк, который собирает вокруг себя этот разбредшийся, этот отпавший от Бога Израиль. Интересно. То есть, такой двоякий он, отрок Господень, одновременно и народ, и какой-то отдельный его представитель, который самое лучшее, самое ценное, самое важное в этом народе в себе несет. И этот народ потом соберется вокруг него. Пророческий язык. «У Господа я в почете, Бог мой, вот моя сила». Он сказал, «Мало того, мой слуга, что с тобой племена Иакова воспрянут, вернутся те, кто в Израиле уцелел, но станешь ты светочем другим народом, и до концов земли дойдет спасение мое». Какой нескромный пророк, как он о себе говорит. Представь себе, «Я себе такое скажу». Он сказал, «Мало того, что племена Иакова воспрянут, станешь ты светочем другим народом». «Вот я светочь другим народом». Ничего так скромно пророк о себе заявляет. Что-то я начинаю сомневаться, что это именно пророк, потому что, ну, в общем, можно, конечно, так о себе думать, как о носителе некоторого божественного слова, как о посланнике Бога, но уж больно он себя хвалит. О ком же это? Считаем дальше. «Так говорит Господь, Избавитель Израиля, Его святыня, тому, кого презирают, кого поносят народы, кто в рабстве у властелинов. Цари, завидев тебя, встанут, а князья до земли поклонятся из-за Господа, Который всегда верен, Святого Бога Израиля, Которого ты избрал. Сейчас Его презирают и поносят народы. Похоже, что опять народ, израильский народ, ну, вряд ли пророка, пусть он даже там самый известный, поносит прям все народы и в рабстве он у всех властелинов одновременно. А евреи, да, рассеяны по земле у разных царей, правителей, у разных народов они в подчинении. И вот в какой-то момент, когда они соберутся вокруг этого загадочного человека, то другие цари и народы прославят их и встанут, поклонятся до земли. И, в общем-то, это все ради Господа, для того, чтобы почтить Бога, а не самих израильтян. Интересно. Так говорит Господь. «Я отвечу тебе в благое время, помогу тебе в день спасения, сберегу тебя как завет для народа, чтобы восстановить страну и вернуть порушенное наследство». Ну, да, израильтяне скоро вернутся в Ханаан, в землю Абетаван, ну, и будут там строить заново Иерусалим, храмы, вообще жизнь восстанавливать. И вот он, завет, этот он, он становится заветом для этого народа при восстановлении. Ну, тоже что-то для пророка многовато. «И вернуть порушенное наследство, чтобы узникам сказать выходите, сидящим во сне, покажитесь». То есть освобождение и прославление, да, вот то, что скрыто, то, что зажато, вот как этот самый народ, он в рабстве, он в презрении, вот он будет в славе, он будет на свободе. И вообще жизнь будет очень хорошая. «Вдоль дорог стада их пастись будут, пастбищи их на всех холмах безлесных. Не голодать не будут, не жаждать, солнечный зной не поразит их, но милостивый, поведет их, прямо к родникам направит». Ну, вот народ сверхсказечный, поэтому, как правило, вот эти картины благоденствия, они все связаны с тем, что и урожай будет хороший, и стада будут пастись хорошо. Очень конкретное благоденствие. «И заодно про дорогу, дорогу в этот самый край, в обетованную землю. В горах моих путь устрою, проложу широкие дороги и придут сюда издалека, кто с севера, кто с запада, а иные из страны синим». Что за страна никто не знает. Сегодня любят говорить, что это, наверное, Китай, но во времена, когда писались эти строки, точно не знали Китая. Да, его, конечно, называют, там, син корень такой используется в некоторых языках, но, в общем, ничего особенного в этом корне нет, вряд ли. Какая-то просто дальняя страна. И вот кто придут, рассеянные израильтяне или представители этих самых народов, пока не очень понятно, потому что здесь в книге встречаются и те, и другие. Вот эта благоденственная жизнь, она становится точкой сборки человечества в любом случае. «Радуйтесь, небеса! Земля ликуй, восклицайте радостно горы, ибо Господь свой народ утешил, помиловал своих страдальцев». Вновь судьба народа и судьба всего круга земель, всей вселенной, они переплетены. А ведь Сион говорил, Сион холм, на котором Иерусалим, то есть Иерусалим, Сион говорил, «Господь меня оставил, забыл меня, мой владыка. Забудет ли мать своего младенца? Не пожалеет ли дитя-то родное? Хотя бы она и забыла, но я тебя не забуду. Я начертал тебя на своих ладонях. Стены твои всегда предо мною поспешат к тебе твои дети, но уйдут, кто разорял тебя и грабил. Поднимите глаза, оглядитесь, вот они собрались, к тебе идут. Жив я, говорит Господь, нарядишься ты ими, как убранством, украсишься, словно невеста». Ну, все понятно, Господь любит свой народ больше, чем мать любит своего малыша, но еще очень такая неочевидная вещь. Смотрите, там все разорено, разрушено, о чем говорит Господь? О том, что стены восстановятся? Нет, о том, что люди придут. Очень часто мы в нашей жизни восстанавливаем стены, строим их, или то, что разрушено, ремонтируем. А вот гораздо реже мы понимаем, что наши украшения это не интерьеры или экстерьеры, архитектурные какие-то убранства, это люди, которые собираются вокруг, люди, которыми ты нарядишься как убранство. Да, вот этот самый народ, который собирает своих рассеянных детей и который ими же наряжается. Развалины твои пустоши, разоренная твоя страна новых жителей вместить не сможет, так как будет много, а поработители удалятся. И дети, что придут на смену одиночеству твоему, скажут, «Тут мне мало места, подвинься, а то не помещаюсь». Да, и даже такой конфликт намечается. Вот эти самые пришельцы из далеких стран может быть далеко не только евреи как бы начнут вытеснять местных. Вот не нравится нам, когда понаехали тут, не резиновое у нас все, а вот это признак того, что на самом деле хорошо все, вот хотят здесь жить. И скажешь в своем сердце, «Да от кого же они родились?» «Я была бездетна, бесплодна, далеко была изгнана отсюда, да кто же вырастил их?» «Я оставалась одинокой, откуда же они взялись?» А может быть, вот тот самый он, который служит точкой сборки израильтяна, израильтяне – точкой сборки всего человечества, он имеет отношение к этому собиранию народов, собиранию человечества. Вот она, эта самая дочь Сиона, она рада всему этому, но она сама не понимает, как это произошло. То есть был какой-то такой вот священный брак, если хотите, от которого эти дети вдруг появились. Что имеется в виду, пока не очень понятно. Вообще загадки в этой главе, вроде все ясно, а общий смысл непонятен. Но она же не изолирована, мы читаем ее в контексте, еще будут ответы. Так говорит ладыка Господь, «Занесу я над народами руку, знамя подниму над племенами, на руках понесут твоих сыновей, на плечах твоих дочерей. Цари у тебя будут воспитателями, а царицы их кормилицами. Ниц они падут пред тобой, из твоих ног пыль слизывать будут. И узнают, что я Господь, кто надеется на меня, не посрамится». То есть вот эти самые народы, цари, царицы, которые сегодня угнетают израильтян, станут воспитателями, кормилицами. То есть вот все это великое множество людей будет на попечении царей и цариц. Можно в этом увидеть указание на некое распространение монотеизма веры в единого Бога на другие народы. То есть царские дворы будут пестовать вот в духе единобожия своих собственных подданных. Можно увидеть это как признак такого мирового господства, народа Израиля надо всеми. Да много, много что тут можно увидеть. В любом случае, узнай, что я Господь, кто надеется на меня не посрамиться. Как отнять у воина добычу, как спастись из жестокого плена. Ну, здесь в рукописях такой перевод в масоретском тексте, то есть в основном еврейском тексте не очень внятно. как спастись пленным праведника. Но вот такой вопрос, мы сейчас в плену, что же нам делать, как мы можем от него избавиться. Да, говорит Господь, отнимется у воина добычи, вызовет в жестокий плен попавших. Я нападу на тех, кто на тебя нападает, и детей твоих избавлю. Угнетателей твоих заставлю есть их же мясо, напою, как вином их же кровью. Ну, такие довольно жестокие образы, обычная для Ветхого Завета картина. Важно, что Господь побеждает этих самых угнетателей и поработителей. И узнает все, что я Господь, спаситель твой, избавитель, мощь Иакова. Иаков Израиль, соответственно, мощь Иакова, тот сильный, кто дает ему победу. Вот кто этот он, мы пока так и не поняли, но кажется, что это одновременно народ и пророк, но даже кто-то больше пророка. И об этом мы еще поговорим. Но важно, что загадка его связана с победой над этими самыми угнетателями-поработителями. И об этом тоже будет продолжено в следующих главах.